Выстроить грамотное двустороннее взаимодействие. Ульяновская Беларусь сотрудничает уже много лет. Если быть точнее, соглашение о всестороннем сотрудничестве было подписано еще в 2005 году. На сегодня главная задача сторон – налаживание промышленной кооперации и импортозамещения. Только за время визита в Минск Брест и Кобрин планируют подписать 9 соглашений. В том числе белорусским коллегам презентовали промышленный потенциал региона, а также пригласили на закупочную сессию в Ульяновск. С компанией по производству кухонной бытовой техники «Гефест» идут переговоры по поставкам комплектующих от Димитровградского пружинного завода, а также режущего инструмента. Предприятие из города Атомщиков на рынке уже более 25 лет и делает пружины для самых разных отраслей. Мы видим большой потенциал для сотрудничества. У вас очень много предприятий, которые производят разнообразные продукты, в составе которых есть пружинный элемент. Мы надеемся найти здесь, расширить свой рынок сбыта в Беларуси. Заехали в город Кобрин, где располагается промышленная площадка «Полесье». Завод использует упаковку и комплектующие из Димитровграда. В регионе успешно работают два предприятия-компании, которые производят детские игрушки и сельскохозяйственную технику. В Беларуси обсудили новые направления сотрудничества по логистике и производству товаров. Уникальное предприятие, около 100 тысяч квадратных метров площадей. Номенклатура колоссальная того, что они производят. Практически импорт заместили все иностранные бренды. У нас в Димитровграде, Полесье также развивается, я бы сказал, семимильными шагами. Обсуждали и развитие культуры, туризма и патриотического воспитания между Ульянском и Брестом. Алексей Русских посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где возложил цветы к вечному огню. Компанию ему составила Алена Русецкая, правнучка уроженца Ульяновской области, защитника Брестской крепости Алексея Фёдоровича Наганова. Мы гордимся, что у нас такой земляк, настоящий герой. Вообще, «Брестская крепость» – это памятник героизму, мужеству и стойкости наших советских солдат, наших ребят, которые защищали. Вот она то, что враг уже давно ушел, были в гостирус, в других Советского Союза. И все еще продолжались бои. Регион заинтересован в реализации новых поисковых проектов, например, в организации проведения детского тура «Ульяновск-Москва-Брест-Минск». А ульяновские творческие коллективы представят в республике свои лучшие проекты. Анна Тищенко, Управда ТВ